Вот и закончилось лето. И казалось бы, сейчас все, что от нас требуется, это просто завершать сезон, собирать остатки урожая и наводить порядок в саду и огороде. Только это не совсем так. И несмотря на то, что уже осень, некоторые культуры прямо сейчас, в сентябре, еще вполне можно успеть посолить и до наступления холодов собрать с них урожай. Поэтому я предлагаю не терять время и вспомнить, что же это за культуры. И если есть у нас желание, то посеять их у себя на огороде. Итак, начну, конечно же, с зелени. Например, быстрорастущие пряные травы. Это укроп, петрушка, кинза, руккола или же шпинат. Они все устойчивы к холодной погоде, можно даже сказать, что любят прохладу. Неприхотливы, так как не требуют какого-то особого ухода. И для того, чтобы им вырасти, нужно всего лишь около месяца. Скажу даже более, осенняя зелень всегда более ароматная, чем летняя. И ее обычно точно также добавляют в салаты, используют как приправу к местным блюдам. И также замораживают на зиму или же сушат. Также сейчас можно еще посеять все возможные салаты. Так как именно в начале осени для них наступают самые комфортные условия. Это опять же относительная прохлада и короткий световой день. А так как у них у всех еще и короткий период вегетации, то сейчас их запросто можно сеять и собрать урожай до морозов. А вот для подзимней посадки сейчас можно посеять щавель. Тогда он за осень хорошо укоренится, а следующей весной порадует нас своей свежей и сочной зеленью. Единственное, чтобы подстраховаться, сейчас лучше выбирать скороспелые сорта. И после всходов подкармливать их жидкими азотными удобрениями, чтобы тем самым ускорить рост. То же самое могу сказать и про пекинскую капусту. Она тоже любит короткий световой день и имеет маленький вегетационный период. Поэтому если ее сейчас посеять, то примерно через месяца так полтора листья салата достигнут высоты сантиметров 10, и тогда можно будет снимать первый урожай. Далее. Сейчас еще вполне можно сеять, конечно же, редис, урожай которого осенью получается даже лучше, чем когда-либо, так как из-за общей прохлады он вырастает сочным и не становится острым, как летом, или же водянистым, как весной. Кстати, именно осенью, после завершения листопада, но только еще до наступления заморозков, нужно покупать саженцы и сажать их в саду. Конкретное время для посадки индивидуально для каждого региона. Например, в моей местности в среднем по Волжье самый оптимальный период это конец сентября и весь октябрь. Также в это время можно уже начинать закладывать посадки на будущий год. Это лук и чеснок. Причем это можно сделать и раньше, то есть в течение всего сентября и не дожидаться, пока температура опустится до нужной. Единственное, что тогда нужно сажать зубчики поглубже, погружая их в землю сантиметров так на 10-15. А если же вы все-таки сажаете традиционно, то есть не так глубоко, сантиметров так до 5 в глубину, то тогда нужно высаживать попозже, не раньше, чем за 2-3 недели до наступления устойчивых холодов. Ну а если же вы все-таки не горите желанием высевать вот такие зеленые грядки, то напомню, что сейчас свободные участки можно и нужно засеять сидиратами и разобраться, какие из них лучше, какие нужны именно для вашего типа земли, какие подойдут именно под ту культуру, которую собираетесь высаживать на это место в следующем году. А также, что же нам нужно делать с этой зеленой массой, которая отрастет за осень. Все это я рассказывала в одном из моих видео. Поэтому ссылку закрепляю ниже в описании и комментариях к этому ролику. Проходите по ней, определяйтесь, что вам больше подходит и, конечно же, пишите свое мнение и делитесь своим опытом. Спасибо за просмотр, ставьте палец вверх и подписывайтесь на мои каналы, ссылки на них в описании. Спасибо за просмотр!